Тоже 8-0, потому что боя в супертяжелом весе не будет. У американцев просто нет в команде супертяжеловеса, насколько я знаю. Или он решил на ринг не выходить. То есть мы уже в полуфинале. А на ринге Матвей Коробов, 75 килограмм, и Дэниэль Якобс. Коробов, наверное, среди всех наших одержал самую яркую победу. Самую быструю, да? Самую быструю в матче с командой Белоруссии. В первом раунде, ввиду явного преимущества, победил Матвей. Александр Лебзяк был им очень доволен. Да, это правда. Ну, вообще весовая категория нашинская, да? Да, ну, у нас 75-е люди. Я хочу сказать, вот 75 килограмм, вот есть еще у нас чемпион мира, он еще в строю, Андрей Гоголев. Он еще не сказал своего последнего слова. И я еще не знаю, как он будет в последний чемпионат, предстоящий чемпионат страны. Он будет боксировать. И поэтому здесь коробовое место не гарантированно составит. Ну, коробов, а сейчас... Ой, как хорошо. Хорошо, сейчас сначала слева в разрез, а потом левый по корпусу. Так, от души попал. Кстати, вот я смотрю, многие ученики, вот Тищенко бьет по корпусу, и Корова бьет по корпусу. Не обратили внимания? Переводят с головы, с корпуса на голову. Не обращали внимания? Да, да. Чем отличается? Да. Школа, Шевалье. Ну, тут... Ага, хорошо, я справа встретил. Сейчас он подломает. Я просто в этом более чем убежал. Да, да, да. Да он уже его, в общем-то... Видите, так... Опа! Зацепил американец, но ничего. И сам пропустил. Это баш на баш было. И по корпусу бы ударил, а? Опа! Услышал. Хороший бой. Зрелищный такой. Публика оживилась. Ну, он дистанцию-то не пройдет. Ой, так. Американец зацепил и тут же пропустил. Хороший коробок. Ну, вот, знаете, вот, все-таки с недостатком. Уж он не очень неэкономный коробок. Он, он, он... Он маше-то, и он так вкладывается. А ведь чуть-чуть бы посуше. Вот здесь, в таком уровне в боксе сухо. Там еда. Да, но... Не самый сильный боксер в этом весе у купинцев. Беспани Рера. Так что все шансы, по-моему, есть у Маклея Коробова. Хороший удар справа здесь, на повторе видно. А тут вот по корпусу все-таки блок от попал. Ну, так сказать. Хороший боксер Коробова, хороший. Размаш-тость, жесткий такой. Вот я говорю, вот все-таки посушим он бутыл. В том плане не суши не веса, а в плане суши ударов. Да. Тут просто было бы блестяще. Второй раунд у нас идет. Ну, и... Хорошо. Справа так вот поймал. Апередил. Коробов не знал, что сделать. Просто от своего желания. Вот перезбуток желания. Отсюда ему некоторая суетливость. Ну, что, он как заведенный. Работает хорошо. Это хорошо. Ну, тут, понимаете, здесь много вещей вовсе. Когда напряженный поединок это суета, а в конечном итоге выливается в усталость обыкновенная. Пока встает американский. Да-да, я все понимаю, что вы хотите сказать. И в бою с более сильным соперником... Я имею в виду, опять же, на финальный поединок. Совершенно верно. Да, в бою с более сильным соперником такое не пройдет. Справа сейчас приложился. Сейчас попал слева. Крымэм, Коробов. Ну что, досрочно сумеет побегать? Американец довольно чувствительный. Я вот так посмотрел. Ну да, он бросает переднюю руку. Но никаких задач-то особых сложных он не ставит. Нет, я говорю только вот он... А, сейчас вот хорошо. Два удара подряд пропустил. И один удар отделяет Коробова. От победы нет. Ух ты! Опа! Вот это класс! Вот это класс! Есть! Душа поет, Александр, Душа поет! Ой, как поет! Да ладно, теперь Хоба тебя в грудь все ясно! Вот это знаете... Если бы мы спели то, что у нас поет Душа, нас бы выглядели из эфира. А дело в том, что... А дело в том, что... Американец парад попал в коробу так скользь. И зажнал, ему показалось, что это я... Показал, да, в конце-то. Ну извини только, брат, тебя жалели, да? Хорошо, ну сейчас бой осталось, я так понимаю, на несколько секунд. Ну это сложно сказать, только посмотрим, что это за момент. Там одно-два очка преимущество. А, не преимущество, не хватает. Одного-двух очков не хватает до двадцати. И так... Третий... Заключительный раунд. Ну, давайте вот... Не будем торопиться. А вот мы можем и не торопиться, уже все. Уже вы думаете, да. А вон... Просто... Отлично. Вот и все. Третий раунд. Похлопаем. Матвей Коробов второй раз доставил нам большое удовольствие. Удовольствие. Он не просто победил, он порадовал. Он устроил нам маленький праздник. Мы посмотрим этот момент, где он приложился. Раз, ушел, остановился. Раз, два, ушел. И на, вот так, кислило. Да. Да, ну зачем? Итак... В третьем раунде ввиду явного преимущества победил Матвей Коробов. Отлично.